Какая кошка пробежала между Хабибом Нурмагомедовым и Даной Уайтом? В сегодняшнем выпуске, друзья! Но прежде, друзья, я хочу порекомендовать вам Тивиком. Кто такие Тивиком? Это лучший казахстанский спутниковый телеоператор. Все казахстанские каналы, все самые лучшие российские каналы, все самые лучшие мировые каналы. Все это вы сможете найти с тарелкой Тивиком. А также в пакете премиум вас ожидает UFC TV. Если тебе нравится лучшая лига в мире, ты хочешь смотреть все турниры в прямом эфире, либо в записи, эксклюзивные интервью, интервью с самыми лучшими топовыми бойцами ММА и тренерами, тебе обязательно нужен пакет премиум. В описании под этим видео вы найдете более подробную информацию, а также как связаться с Тивиком и заказать и поставить себе тарелку Тивиком. А мы двигаемся дальше. Также, друзья, Тивиком запускает конкурс с замечательными призами. За первое место эксклюзивная сувенирная продукция от UFC, UFC TV, а за второе место мерч от Тивиком КЗ. Вот такая вот замечательная кепочка UFC, Тивиком, посмотрите, друзья. А также вот такое вот белое худи, как на мне. Это за второе место. Что нужно сделать, чтобы участвовать в данном конкурсе? Во-первых, это флешмоб в Инстаграме, который называется «Тренировка дома». Нужно выложить в сториз, в своем личном аккаунте Инстаграм, видео в домашней обстановке со своей тренировкой дома. Отметить Тивиком КЗ и UFC TV Channel. А также поставить хэштег «Сидим дома» и хэштег «Тренировка дома». За это, опять же, я говорю, первое и второе место будут награждаться. Конкурс заканчивается 16 апреля. Так что, друзья, дерзайте. Итак, друзья, буквально 10 часов назад Дана Уайт на своей официальной страничке Инстаграм опубликовал вот этот вот пост. Делаю перевод, ну так скажем, смысловой перевод, чтобы вы поняли, друзья. Поединок состоится 100% в прямом эфире на ESPN где-то на этой земле. Тони Фергюсон против Джастина Геджи. 18 апреля бой за пояс временного чемпиона. Вот так вот, друзья, вот так вот. Но я хочу, чтобы вы побывали или хотя бы представили себя в шкуре, да? В шкуре. Хабиба Нурмагомедова. Это образно говоря, друзья, не обижайтесь. Этот парень гоняет вес. Я слышал килограммов 18-20. Ну, думаю, то, что пятнашку гоняет 100%. Вы думаете, легко это гоняет столько веса? Готовясь к какому-то поединку, а потом тебя обламывают с ним. Вы думаете, это легко? Вспомните один из эпизодов несостоявшейся схватки Хабиба и Тони Фергюсона, когда у Хабиба как раз-таки возникли проблемы со сгонкой настолько сильно, что ему пришлось лечь в госпиталь. Такое было. Это не просто так. Это стресс для твоего организма. Это ты постоянно в нервном состоянии. Это ты постоянно себя лишаешь воды, еды. И еще при этом ты усиленно тренируешься. Два-три таких срыва, когда ты приходишь в весе к поединку, и это тебя абсолютно деморализует. Дана Вайт за это в курсе. Дана Вайт знает, насколько сильно это бьет по эмоциональному состоянию человека. Сто процентов, друзья. И сейчас организовывать такой поединок, тем более за пояс временного чемпиона, ну, я считаю, что это удар ниже пояса. Некрасиво, некрасиво. Но ничего страшного, у меня есть, что про это сказать. Во-первых, я посмотрел интервью Даниэль Кормье с Ариэлем Хальвани. Ну, кто эти люди, я думаю, объяснять не нужно. Ну, еще раз, для тех, кто в танке. DC, это Даниэль Кормье, капитана ИКИЭЙ. Это во-первых. И, во-вторых, очень хороший и близкий друг Хабиба Нурмагомедова. И там DC говорил в этом интервью, что есть какая-то непонятка между Хабибом и Даной Вайтом. Какая-то непонятка есть. Я предполагаю, что, конечно же, Дани Уайту выгоден чемпион в самом лучшем весовом дивизионе мира, друзья. В самой лучшей лиге мира. Это, конечно же, не Хабиб. Ему выгоден, я думаю, вот прям оптимально для его кошелька, для его кармана, это, конечно же, Конор Макгрегор. Почему я так говорю? Ну, потому что тоже у меня есть информация, поступила информация, так сказать, ну, открытая эта информация, что Дана Уайт один из акционеров, да, вот это вот предприятие, которое производит и реализует вискарь Конора Макгрегора против Property 12. То есть, он один из акционеров. Значит, чему выгодно, чтобы Конор Макгрегор везде светился с этим вискарем, чтобы этот вискарь лучше продавался, да? А где он лучше будет светиться по миру? Лучше всего, ну, это, конечно, если будет чемпионом UFC. Это однозначно. И я думаю, возможно, именно этот фактор мешает нормальным отношениям Даны Уайта и Хабиба Нурмагомедова. Но с другой стороны, друзья, популярность Хабиба в мире настолько сильно возросла. Хабиб, если, к примеру, мы говорим о Коноре, если Конор взял под себя какую-то там, скажем, светскую часть населения планеты, то Хабиб взял, так скажем, заручился поддержкой исламского мира. Треть планеты, друзья. И это списывается счетов. Нельзя ни в коем случае. Мы можем говорить все, что угодно. В этом поединке за пояс временного чемпиона может победить кто угодно. Джастин Геджи, Тони Фергюсон. Разницы нет. Этот поединок с Тони Фергюсоном у Хабиба может срываться бесчетное количество раз. Но мы всегда будем знать, даже, даже, если Хабиб в конце концов плюнет на UFC и уйдет, к примеру, в Беллатор. Весь мир будет знать, что чемпион в UFC в весовой категории 70 килограммов там, где сейчас Хабиб. Это самое главное, друзья. Пока Хабиба никто не победит, и Дана Уайт, и Конор Макгрегор, и Тони Фергюсон, и все, 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 вот эта вся шобла может говорить все, что угодно. Но чемпион всегда будет. Хабиб. Все за это в курсе, друзья. Все за это в курсе. И я хочу, чтобы вы это тоже четко понимали. Вы согласны с моим мнением? Или вы не согласны, друзья? Давайте пообщаемся в комментариях. Мне интересно ваше мнение. Ну, может быть, я и не прав, на ваш взгляд. Только прошу вас без оскорбления. Это во-первых. Во-вторых, да, у меня есть в начале рекламы. Но обратите внимание, что эта реклама не букмекерских контор. Обратите внимание, что эта реклама не казино, ставок, там, и 5-е, и 20-е. Нет же. Мне кажется, это гораздо лучше, чем вся эта бредятина на других каналах. Так что, вот так, друзья. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Ассаламу алейкум. Аравидарчи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова